И всем привет, ребят, с вами Сарваник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору тех устройств, которых мы еще не тестировали на молот, и сегодня у нас на очереди устройство Blunderbass. Сегодня мы обкатаем очень интересную комбинацию, видите, на своих экранах сейчас хопера, но я вас немножечко расстрою, сегодня будет не хопер, а сегодня будет диктатора молот с блондербасом. Это то вооружение, которое я уже тестировал на одном из стримов. К этому вооружению мы будем сегодня использовать дрон, я вот думаю, бустер или кризис, бустер или кризис, бустер или кризис. Но давайте попробуем одну каточку с бустером и одну каточку с кризисом. Попробуем сыграть два боя, и желательно, чтобы эти бои были побыстрее, хотя даже может лучше не бустер, а может даже лучше ловкач и кризис. Сейчас сыграем сегодня две катки в регби, может второй режим будет не регби, а какая-нибудь CTF, но я сегодня хотел бы посмотреть, насколько жестко можно реализовывать эту комбину, почему мы используем блондербас к диктатору. Все очень просто, диктатор раздает критический урон на 9 секунд за счет своего овердрайва, и на протяжении этих 9 секунд с блондербасом можно наносить очень большое количество урона. Посмотрим, насколько это эффективно будет работать. На стриме у меня получалось реализовывать эту комбинацию. Не скажу, что она работала прям значительно лучше, чем Викинга Молот, например, со слагерем, либо с дуплетом в нашем матчмейкинге, но это немножко другая комбинация, немножко другая реализация. И сегодня мы просто покажем этот вариант. Быть может, есть те ребята, которым данное устройство очень нравится, и они в дальнейшем будут на нем играть. Ну и все, конечно, зависит от того, насколько эффективно у нас получится все это дело реализовать. Запикиваемся мы на не самую удобную карту для нашей комбинации, потому что это карта чернушка, и здесь вообще в принципе доставлять довольно-таки тяжело. Но у меня вообще нет урона, да? Да, у меня нет урона. Давайте мы лучше пойдем перепикнем катку тогда, потому что и карта сама неудачная, еще и у меня нет урона. На чернушке в 90% случаев происходит ничья, и это карта, которую вообще нельзя практически никак выиграть досрочно из-за очень пассивных баз в любом режиме. Единственный режим, который хорошо работает в чернушке, это либо TDM, либо DM-очка, да, обычная дефолтная, поэтому я не вижу смысла особо ее обозревать, но еще и у меня урона не было. Надеюсь, что сейчас при новом пике все будет у нас хорошо. Ну и какие-то странные совсем подлаги были, которых у меня, если честно, в последнее время не было. Надеюсь, что сейчас у меня ничего подлагивать не будет. Вроде как ничего у меня не открыто, но нас закидывает обратно на эту же самую карту. А урон будет сейчас? Ну ладно, если второй раз закидывает, то мы уже перепикивать не будем, иначе это будет как-то странно выглядеть, поэтому будем стараться выигрывать. Главное, чтобы у меня урон был. Да, урон есть, все супер. На себе урон протестировали. 2000 выдали. Блондербас, что с ним произошло и чем он стал лучше? Если сравнивать его по дальности с другими устройствами, то у слагеря и у дуплета дальность больше, чем у Блондербаса. И кучность выстрела на этой средней дальности у него лучше. Здесь, с этим устройством, у вас есть возможность нанести урон сразу по 2-3 танкам, которые стоят рядом. И если у вас срабатывает крит, крит, к слову, срабатывает намного реже, чем это было раньше. Раньше критов с этим устройством было больше. Но если срабатывает крит и в вашей видимости находятся 2-3 танка, которые стоят рядом друг с другом, то у вас есть возможность нанести по всем этим танкам критический урон. Поэтому будем пробовать сейчас это дело реализовывать. Нужно также доставлять. У нас есть изида, которая нас, может быть, подстрахует. Аптечки у меня, к сожалению, нету и лаг сервера происходит. Мяч не скидывается и это шанс на доставку. Да, мы первую доставочку оформляем за 8,5 минут до конца. Скорее всего, эта катка будет без досрочки. Поэтому наша задача просто попробовать как можно лучше реализовать нашу комбинацию. Ну и по возможности грамотно использовать овердрайвы. Диктатор сейчас мне очень сильно импонирует. Вы знаете, как я к нему отношусь. Вы знаете, насколько часто я теперь на нем играю. Поэтому эта комбинация еще одна из возможностей показать на то, насколько круто работает наш замечательный диктатор. Но вот сейчас выстрел, который прошел сверху над типом, это было немножко грустновато. Ну и сейчас, кстати, по двум типам я сразу нанес максимальный урон. Это, возможно, работает только на Блондербасе. Потому что в Блондербасе у вас количество дробинок, которые залетают по танку, равное 15. И при этом кучность выстрела, она такая более, получается, распыленная. Подает возможность наносить максимальный урон по нескольким танкам сразу, даже без критического урона. Но при этом дистанция должна быть довольно-таки маленькая. Я говорил, что здесь очень сложно доставлять. Но пока что, если честно, у нас все получается. И уже две доставки есть. Если, может, даже сделаем досрочку, то будет великолепно. Но я не верю в то, что в таких катках у нас получится сделать досрочку. Поэтому, по большей части, наша задача лишь попробовать доставить как можно больше. Да, если доставим здесь хотя бы еще два мяча, будет уже неплохой результат. Изина меня очень сильно страхует. И вот сейчас я думаю, что нам стоит зайти через право и попробовать здесь доставить. Ведь мне кажется, что через право здесь противник не так сильно принимает. Посмотрим, прав ли я в этом моменте или не прав. Прожимаем аптечку. Доставочку третью оформляем. Пока что я прожимал только один овердрайв. Попробуем сейчас еще один совсем скоро прожать и реализовать. По киллам. Не сказать, что мне сильно нужна пушка. И если, например, сравнивать молот с фризом, то я все равно свое предпочтение, конечно же, отдаю фризу. Но, 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 если от фриза в матчмейкинге будет большое количество резистов, я теперь смогу рассмотреть в виде альтернативы эту замечательную пушку. Быть может, она где-то мне пригодится и сработает. Но если сравнивать без резистов фриза и молота, то я 100% отдам свое предпочтение фризу, потому что дистанция бландербаса довольно-таки маленькая. Соответственно, на фризе я при таких же самых раскладах смогу просто сблизиться в упор к противнику. И абсолютно спокойно реализовать свою замечательную комбинацию. Но вот единственная хорошая бонусная вещь, это то, что вы можете вот так вот по трем танкам сразу крит нанести. Это бландербас. И он так у нас качественно работает. 5 доставок. Ничего себе. Я говорил, что здесь мы не сделаем досрочку, но у нас пошло все очень даже неплохо. И попытаемся сейчас ее оформить. Также по поводу кризиса. Молот с бландербасом это одно из немногих вооружений, на котором кризис смотрится очень даже неплохо. За счет того, что у вас есть один выстрел в обойме. Вы просто в этот тайминг нажимаете ДДшку. Наносите урон. И потом обратно переключаетесь на тот припас, который вам нужен. Либо нейтраль, либо ДДшка. Это работает. Это актуально. И я попробую сейчас вам в следующей катке тоже показать, как с кризисом можно реализовывать эту комбинацию. А именно диктатора молота. Ну и возможно, если вам интересен молот с бландербасом, мы сможем еще записать в ближайшем будущем видос с хопера молотом. Если интересно, то напишите по этому поводу в комментариях. Если не интересно, то в принципе можете не писать. Тогда мы тестировать его скорее всего не будем. Так, накидочка была, не знаю, на меня, либо не на меня. Но я так чувствую, что у меня шансов на доставку будет побольше. Но хотя все равно мне не получилось доставить. Сливают, контролят. Я не понял, правда, чем мне так много прилетело урона. Вроде как я был фулл хп. И у меня еще даже была аптечка, которую я мог реализовать и прожать. Но быстро залетело. Ловкач, я думаю, что в комментариях не нуждается. Наверное, я уже его распиарил до такой степени, что вы и так все уже знаете, что он супер крутой дрон. И его возможность реализации находится на супер высоком уровне. И катки в регби это прямое доказательство и показатель всему этому делу. Шесть доставок уже есть на карте, которая очень легко сушится. И мне кажется, что если бы я на такой карте сейчас бы пошел и играл бы на бустере, то я бы тут вообще ничего не доставил. Ну а так, у нас все получается, реализуется. И я надеюсь, что мы сейчас еще и последний мяч в этой катке доставим. Если не доставит мой тиммейт, то у меня есть еще овердрайв, с которым можно будет влететь и попробовать доставить. Так, викинг полетел. Викинг полетел. Вот там еще есть викинг с овердрайвом. Мне было бы неплохо сейчас тут чуть-чуть аккуратней сыграть. Аккуратней. Ой-ой-ой, ничего себе, нашел викингер из пинали. Так, мяч накидывается на тиммейта. Тиммейт улетает. Так, нажимаем овердрайв. Хорошую накидочку даем по двум сразу. И еще одну добавочку. Дал можно было бы еще пострелять, но я рисковать не стал, поэтому лучше просто доставить. И выиграть закономерно каточку. 20 килов в таком бою, но, наверное, без резистов от фреза я бы на фрезе набил бы больше. Но, в принципе, были моменты, когда этот молот показал себя неплохо. Ну и теперь давайте попробуем реализовать такую же самую комбинацию, только с дроном Кризис. По режиму давайте запикаемся в CTF. Надеемся на то, что не будет супер большой карты. Хотя, для меня сейчас диктатор, молот, да, то есть лучший режим это регби. Прям очень круто работает в регби все. И по фарму, и по реализации максимально качественно своей комбинации, да, то есть в регби идеальный, просто идеальный режим. По CTF чуточку потяжелее. Там, как по мне, побольше зависит от тиммейтов ваша игра. И у вас нет возможности, например, скинуть мячик в киллзону. И за счет этого выиграть время для своей команды, для себя в целом, да, чтобы не потерять мячи и не потерять возможность выигранного боя. То есть у вас чуть больше опций в регби, нежели в CTF. И здесь, если вы попадетесь против сильной команды в соло, то у вас шансов на победу будет крайне-крайне мало. В регби у вас все-таки есть альтернативные варианты. И есть возможность немножечко больше взять игру на себя. Так, у нас сейчас уже совсем скоро появится флаг. Я нахожусь рядом с вражеской базой и жду уже пока у нас он появится. 2-1. Появляется у нас флаг. И я пытаюсь улететь. Также падает попутно овердрайв на центре. Первую доставку флага мы очень быстро реализуем. Против играет тоже Вика Молот. Только он играет с кризисом с лагеря. И вы видели, что там на расстоянии он наносил большее количество урона. Так, ну я дождался пока он переключится на ДДшку. Ой, на ДДшку на нейтрон. Чтоб его благополучно слить. Так, ну и здесь вот в таких моментах вы просто залетаете, прожимаете ДДшку, переключаетесь. Это очень эффективно, это очень круто работает. И это работает, ну, по большей части, вот, например, с Блондербасом, да. И мне, например, реализация, вот как, например, Викинг Гомолот играется с лагерем, с кризисом, мне не нравится. Да, то есть, мне кажется, что реализовать намного-намного тяжелее, нежели реализовать мою комбину. Вот сейчас он меня в очередной раз принял. Отдэфил, и они благополучно доставочку оформили. Будем пробовать сейчас что-то делать. Надеюсь на то, что мне получится сейчас увезти. Похоже, тот Викинг... А, ну да, он дэфит. Просто стоит в дэфе. И старается принимать. Наших тиммейтов на своей базе. Ну, и без шансов, без шансов. Я даже на дэшку только переключился, он мне уже сразу выстрел выдает. Так, ну, у меня есть овердрайв. Попробую сейчас залететь. Прожать овер. Быть может, что-то получится у нас. Отличный выстрел хороший залетает. Сливаем, можно так сказать, крайнего дэфера. Наносим еще неплохую тычку по титану. И Викингомолот прожимает овердрайв, будучи просто манитре. Сумеет ли он вернуть? Нет, не возвращает. Хорошо, на подборе сыграем. Играем на подборе. И там бомба наша, не наша? Нет, к сожалению, не наша. Еще и подавление срабатывает. Диктатор прожимает Викинг овердрайв. На центре еще один овер. Ну и вот вам момент, когда я ничего не могу, к сожалению, сделать. Да, тут просто у противника команда поинтереснее, посильнее. И у них уже получается реализовывать себя намного круче. Но, что касаемо Кризиса, то Кризис с Бландербасом реально работает. Мне нравится, что получается. Вот сейчас почему-то я не понял, куда выстрел мой полетел. Где мой урон? Но вот так в моменте на переключении с ДДшки очень хорошо залетает. Прям великолепно, я бы даже сказал. Но таких ситуаций тоже не так много. Диктатор, скорее всего, ждал меня. У меня левый респ. Поэтому я пробую залетать и увозить. Отличный выстрел залетает с Критом. Пытаемся увозить тиммейт. Вернее, не тиммейт, а противник увозит. Понизу тиммейт вернет. Надеюсь, что да. Да, возвращает. Ну и там уже должен быть противник, да. На нашей базе уже тут сколько противников. Я и не знаю, что делать. Тут надо кому-то скидывать флаг, наверное. Пробовать летать. Что-то реализовывать. Хороший выстрел даем. И чуть на откатке. А нам нужен возврат. Нам надо, чтобы кто-то вернул. Чтобы пробовать что-то здесь вытягивать. Так. Отечки у меня нету. Было бы неплохо вообще скинуть флаг тиммейт. Я сейчас приеду, мне так кажется. Сейчас у меня вернут. Халява сейчас была и сейчас. Я не знаю, что отлично скидывать такой мутимейт и флаг. Ну давайте попробуем. Надеемся на то, что он засейвит его. Надеемся на то, что у него что-то получится. Овердайв падает на центре, но у меня при этом 93%. Брать мне его, наверное, нет особо никакого смысла. А, и тот тиммейт, который у нас что-то мог, он вышел с карты. Ну да, грустно, конечно, когда такие неплохие тиммейты просто выходят с боя. Вместо того, чтобы помочь выиграть такую катку. Так, ланшотик залетает, возвратик оформляется. Доставочка будет ли? Надеюсь, что будет. Потому что если ее не будет, то будет очень грустно. Да, у нас вернули. Ну и фриз меня здесь поймал. Что касаемо траты вашей расходки. Да, если вы используете кризис и считаете свою расходку, то можете просто не брать вообще кризис и не думать о том, что он у вас есть в гараже. Да, если, например, сейчас кто-то в комментариях будет писать, что типа, а-ля, блин, сколько расходки он хавает, да зачем его использовать, там результат не такой крутой. Если вы считаете расходку, то лучше вообще не используйте кризис. Да, то есть, потому что я рассматриваю этот дрон только с точки зрения возможности каких-то дополнительных плюсов от вооружения, да. То есть, я не рассматриваю, как его типа, ой, я возьму, блин, сколько у меня расходки там уедет. Либо у меня не будет вообще шансов. Если смотреть с точки зрения грамотности реализации этого дрона, то он может быть реализован очень и очень круто. К сожалению, по этой катке мало чего понятно, да, потому что, ну, к сожалению, мне просто не закинуло нормальных тиммейтов. А в CTF, как я уже сказал, здесь в соло ты ничего не сделаешь. Но из того, что мы имеем, да, и то, что я могу быстро переключиться на ДДшку, выдать выстрел, потом обратно переключиться на броню, я считаю, что это работает. И работает очень круто. И на дистанции, в каких-то определенных боях и режимах, да, по типу там того же регби и CTF, будут те карты, на которых кризис себя покажет на 100% лучше, чем бустер. И где-то на процентов 70 лучше, чем ловкач. Ловкач сейчас супер универсален, но даже его супер универсальность на таких комбинациях, как молот с блендербасом, как шафт с лечением, как Тесла с паладином, может работать хуже, нежели данный замечательный дрон. Но по этой катке все максимально печально. Нас унесли, без шансов, и противник уже везет последний флаг. Но комбинация, если честно, с кризисом мне лично больше импонирует. И возможность вот этого быстрого переключения и получения большого дамага мне нравится. Да, у вас, по сути, будет работать только крит-урон с овердрайвом, то есть вам не дается полная расходка диктатора, потому что вы используете кризис. Но даже обычного критического дополнительного урона, как по мне, в таких комбинациях хватает. Да, и это работает, и это четко можно использовать. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу молота с блендербасом. Какое устройство вы используете, если играете на молоте сейчас. Я лишь показываю одну из возможных реализаций. Ну и надеюсь на то, что есть те ребята, которым данный видеоматериал будет полезен, и они вспомнят про такую комбинацию, либо увидят что-то новое в этой комбинации и будут использовать в нашем матчмейкинге. Да, можно говорить, что это не какая-то там супер имба, но это одно из вооружений, которые на данный период времени с молотом могут работать и могут работать реально эффективно. Поэтому поддерживайте. Видеорейк лайком, если он вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и также, друзья, не забывайте о том, что у нас в настройках игры есть в аккаунте тег создателя контента. Мой личный тег это TeamPay. Оформляете здесь вот так вот заходите и ставите его. И если оформляете какую-то покупочку в магазине за реальные деньги, то автоматически поддерживаете меня. Я считаю, что с теперешней ситуацией данная поддержка является очень хорошим дополнительным бонусом для меня. Ну и ко всему прочему, у вас есть возможность участвовать в розыгрыше по тегу. Чекайте описание, переходите и участвуйте. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok